всем привет кто любит пчел вот пчелки охранницы возле леточка крутятся или точек отполирован чистон отполирован почищен значит у этой семейки все хорошо потому что сейчас лютуют осы не во всех семьях уже так хорошо так вот видео сегодня о том изнашивается ли пчела которая перерабатывает сироп молоденькая которая зимняя и какие семьи нельзя кормить сиропом на зиму итак вопрос первый изнашивается ли зимняя пчела при переработке сиропа значит когда идет поздний закорм сиропа когда уже родилась челка которая должна идти в зиму она перерабатывает сироп или не перерабатывает значит она сироп перерабатывает но тут не все так просто потому что есть пчела которая старая которая в зиму не пойдет или которая даже и пойдет в зиму ну до весны точно она не доживет так вот кто из них больше перерабатывает этот сироп старая пчела или зимняя лично по моим наблюдениям как я это вижу то сироп перерабатывает это пчела при позднем закорме это пчела и старая и зимняя но дело в том что зимняя пчела будет это делать в последнюю очередь и вот есть такие семьи которые сильные у которых много этой старой пчелы накопилось после медосбора вот такие семьи даешь им 3 литра сиропа банку и они за ночь и буквально хлоп и съели а есть семьи которые не очень сильные ну которые послабее там по 5 рамочек по 4 рамочки у которых соответственно нету много плетной пчелы старой потому что и семьи сами маленькие потому что они были сформированы перед медосбором и скажем так летные пчелы у них быть в принципе не может в больших количествах соответственно сколько то конечно есть так вот таким пчелам даешь 2 литра сиропа они категорически его брать не хотят или берут его совсем по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть вот с чем это связано вот я лично считаю это связано с тем есть у них старая пчела или нет у кого есть но старой пчелы те сироп забирают мин у кого нету старой пчелы то те сироп забирают медленно потому что зимняя пчела точно так как и роевая пчела работать не стремится и очень правильно делает потому что как говорится кто не работает тот ест но тем не менее если семье дать много сиропа, то тогда и зимняя пчела тоже подключается к его переработке. Так вот, потому и существовал двухлитровый стандарт. И считалось, что семья может нормально переработать за одну, скажем так, дачу сиропа 2 литра. Вот если вы даете 2 литра, значит этот весь сироп будет попадать на долю старой пчелы. Она будет его переработать без участия зимней пчелы. А вот если дать сиропа много, то тогда под эту раздачу попадет и зимняя пчела. И вот если посмотреть в букварь, то там написано, что семьи, которые перерабатывали сироп, то есть зимовали на сиропе, весной развиваются на 10-20% медленнее, чем пчелы, которые зимовали на меде. Почему так? Потому что пчелы, которые зимовали на меде, имеют стопроцентное неизношенное белковое тело. А вот пчелы, которые сироп осенью перерабатывали, то есть износили на нем свое белковое тело, имеют это тело уже, скажем так, не стопроцентное, Вот они эти 10-20% и, скажем так, вылезают боком весной. В комментариях мне писали, вот если пчел кормить поздно сахаром, то они тогда не перезимуют, потому что износятся пчелы на переработке сахара и не дозимуют до весны, помрут. Так вот, из-за сахара пчелы не помрут зимой, они точно перезимуют, но дело в том, что это все аукнется весной. Вот весной будет вяленький старт. И чем больше изношено белковое тело, тем более, скажем так, медленный старт. Теперь второй вопрос, каким семьям нельзя давать сироп вообще в принципе. Значит, сироп на переработку нельзя давать семьям слабым и тем, которые заражены клещом. Почему? Потому что слабые семьи не имеют летной пчелы для его переработки, значит, они будут его перерабатывать за счет своего белкового тела. Они и так слабые, а весной еще с медленный старт. В общем, от этой семьи весной могут остаться дни только рога и копыта. Придется ее усиливать, спасать, в общем, геморрой. И если у вас большая пасека, то, соответственно, весной вам такой геморрой не надо, потому что весной и так работы хватает. Но если у вас там несколько ульев, то, в принципе, можно и погеморроиться. Семьям, которые заражены клещом, то есть которых покусал клещ, а клещ кусает пчелу, когда она еще личинка, то есть жрет ее белковое тело, она рождается уже ослабленной, и значит, ее нагружать сиропом уже нельзя, потому что она бедненькая и так еле дышит, она погрыжена клещом, да и еще сиропа, еще больше износи ее белковое тело, которое не догрыз клещ. И, соответственно, такая пчелка, конечно, перезимует, но весной, опять же, останется только рога и копыта. Очень быстрый отход таких пчел. Поэтому воротозных пчел сиропом кормить вообще категорически нельзя, даже если это сильная семья, но сильная заклещенность. То есть сильная заклещенность больше 10%. Не 2%, как часто на форумах пишут, а 10%. Больше 10% это семья заклещеванная. Все, что меньше 10%, в принципе, сахар приносит нормально. С потерями, но нормально. Вот такие вот дела. А вот кого рекомендует кормить сахаром, так это пчел, которые больны нозематозом. Потому что пчелы больны нозематозом. Хрен с ним, с тем белковым телом. Главное, чтобы не обгадились. А они на сиропе обгаживаются меньше. Так что нозематозных пчел как раз-таки рекомендуют кормить сиропом с добавлением всяких лекарственных препаратов и морозить. Об этом я снимал в прошлом году видео. Нозематозных пчел хорошо вымораживать. То есть снимать утепление, чтобы они промерзли. И когда пчелы нозематозные промерзают, они нозематоз, скажем так, побеждают. Могут победить 100% и к весне уже быть абсолютно здоровыми. Потому что назема не выживает при низких температурах. А могут, скажем так, эту хворь очень сильно притормозить. А значит зимой они не обгадятся и доживут до облета. Такие вот у нас дела. Вот такие семьи кормить сиропом можно, а такие семьи кормить сиропом нельзя. Такое было сегодня видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно ставьте лайк. Потому что смотри, какие у меня хорошенькие пчелки. И не забывайте на них обязательно подписаться. Какая хорошенькая пчелка. Вот на нее подпишитесь.